Доброй ночи, хорошего дня, хорошего настроения. Онлайн-диалог продолжается. С вами ведущий Магомед Расул Абакаров. Наш очередной гость в студии, руководитель фонда Инсан Ахмедова Магомед Расул, которого я приветствую и хочу поздравить с тем, что он только вернулся со священных мест Мекки и Медины, с чем я вас и поздравляю. Даялась, чтобы хадж был принятым. Я так понимаю, вы ездили как обслуживающий персонал наших паломников. Да, наша задача была у Аликсона Хатулла, Баркала, пусть Аллах каждого жителя Дагестана, каждого мусульонина Вот я ждал, чтобы вы начали дуа делать. Аминь. Пригласить к себе в гости святые места. Наша непосредственная задача, конечно, заключалась в том, чтобы подготовить все, каждый этап до приезда паломников, начиная от аэропорта Медины, заканчивая уже обратными выездами с аэропорта Медины и Дубая. Поэтому хочется еще пожелать, чтобы Всевышний принял весь хадж наших паломников и благодать этих паломников распространялся на весь Дагестан и на всю нашу Россию. Аминь. Аминь. 6 сентября, по-моему, последний рейс сегодня пролетал прямой. Да. Он уже приблизимлился или нет, не в курсе. Не могу сказать. К делам нашим, касающимся уже фонда. Скажите, пожалуйста, сегодня хотелось поговорить в первую очередь, учитывая то, что у нас сентябрь месяц, 6 сентября, когда была так запущена акция «Дети вместо цветов». Как она прошла? Я понимаю, что вы, может быть, не совсем так участвовали активно, но так или иначе сейчас связь позволяет контролировать те или иные процессы. Может быть, немножечко не в самой гуще находились. Но как прошла эта акция? В любом случае, вы как руководитель фонда должны знать. На самом деле, к приятному удивлению, скажем, акция прошла на отлично. Мы не ожидали такого итога. Мы буквально взялись за эту акцию за неделю до 1 сентября. Немножечко меня, честно говоря, сроки тоже покоробили в самом начале. Давайте немножко просветим наших телезрителей, о чем идет речь «Дети вместо цветов», когда мы говорим. Это была акция, приуроченная к 1 сентября. И суть ее состояла в том, чтобы те деньги, которые мы тратим на цветы, принося их в школу и радуя наших преподавателей. Да, им какой-то букет, естественно, чтобы приносили, но вот эта чрезмерность, которая так или иначе бывает, когда человек вместо одного букета приносит 20 букетов, чтобы вот эти хотя бы 15 букетов, сумму эту аналогичную, потратит на деньги в пользу неимущих? В пользу больных детей. Больных? Детей. Больных каких? Больных чем? Мы не определяли какую-то определенную форму болезни и так далее. В общем, определили для больных детей. И уже на сегодня четверым детям оказали помощь. Из-за собранных средств. Вы сказали, вы начали за неделю. И при этом не ожидали, что такая как бы реакция будет. Как вот немножечко уже расскажите. Мы в среднем ожидали, что мы соберем от 50 до 100 тысяч рублей, и мы как-то сможем хотя бы оплатить операцию или же реабилитацию одного ребенка. Но в Аллахе Всевышнего мы собрали 369 270 рублей. И мы на сегодняшний день уже оплатили операцию и лечение, и реабилитацию четверым детям. Что это за дети? Скажем, школа Юсупова, нет, школа Сафинад, которая собрала основную сумму денег, они лично вместе с нашими представителями пошли к семье и оплатили 200 тысяч рублей для ребенка, у которого гидроцефалия головы. В результате этой болезни, у которого еще возникли последующие осложнения и последующие болезни, это и ДЦП, и аутизм. Мы оплатили ему операцию, это первое. Второму ребенку мы оплатили реабилитацию 30 тысяч рублей. А вот как, немножечко подробно, когда мы говорим, дети вместо цветов, это как, это вот предлагалось школе сделать, да, и родительские комитеты уже как-то определяли? Или как это, я просто немножечко... Вообще, истоки этой акции, в 2012 году преподавательница одной из лицев Москвы, нашей столицы России, у себя на страничке выставила публикацию о том, что лучше, чем каждый ребенок будет проходить и дарить по одному букету учителям, лучше сделать один общий букет с класса и остальные средства пустить на больных детей. Узнал, увидев эту информацию, уже на тот момент, в 2012 году, не только ее класс, но и многие другие учителя поддержали эту акцию, и она еще тогда распространялась. На сегодняшний день... Ну да, несколько лет назад, я это читал, в СМИ это достаточно, да, серьезно, и обсуждалось. В России 4 фонда, эту акцию уже, по этой акции работают. В Дагестане мы первые, которые взяли эту акцию и решили у нас в Дагестане ее продолжить провести. Мы встречались с преподавателями, с директорами школ, они уже нас приглашали в родительские комитеты, и когда мы это все уже начали выставить в социальные сети, очень много преподавателей и учителей, которые об этом узнали. У нас, как мы и сказали, сроки были очень маленькие, одна неделя, и дойти до всех, оповестить всех у нас физически времени не хватало. Узнав в социальных сетях, много было звонков, обращений, которые решили поучаствовать. Были две школы, которые полностью приняли участие, это школа Ватан и Сафинад, и 7 классов государственных школ, 7 классов тоже приняли участие. Слушайте, какие молодцы. Четыре человека по факту получили помощь. Слушайте, немножечко тяжело бывает говорить. Я же говорю, эти вещи, которые трогают они сердца, и на самом деле вызывают такую... не оставляют равнодушными, и эти эмоции так или иначе приходится сдерживать. Очень хорошо, я не сомневаюсь, что в следующем году это будет также прорывно, наверное, в этом смысле, и сумма, которую вы соберете, будет в разы выше. Вообще, август месяц у вас, наверное, прошел... Если мы говорим о последней неделе по акции «Дети вместо цветов», август месяц был насыщен не только этими акциями. Что еще делалось? На самом деле, почему мы и не успели, времени практически не хватило для этой акции. Август месяц у нас всегда довольно-таки загружен, проходит, и две такие очень крупные, масштабные акции проходят в месяц август. Одна из них — это акция «Собери сирот в школу». В рамках этой акции мы обеспечиваем... В ходе акции сама называлась «Собери сирот в школу», но тут, когда уже на сегодняшний день масштаб этой акции уже возрос, мы и подключаем туда не только детей-сирот, но и детей из нуждающихся семей, кому эта помощь необходима. И мы в рамках этой акции обеспечиваем этих детей портфелем, всеми канцтоварами, которые необходимы. И для каждого ребенка мы выделяли по 2,5 тысячи рублей, чтобы была дополнительная помощь родителям для покупки уже необходимой одежды на 1 сентября. И только в Махачкале мы обеспечили 400 детей. — 400 человек? — 400 детей. Школьников на 1 сентября. — Это сироты и малоимущие? — Да. Слушайте, если вы говорите только в Махачкале, соответственно, эта акция прошла по всему Дагестану через ваши филиалы в других городах тоже. — Да, практически все. — Там, наверное, охват не такой большой, учитывая то, что в Махачкале, наверное, аккумулируется большинство. — Мы еще подсчет не подвели, мы буквально на днях выставим уже отчет об общих итогах по республике этой акции. И я думаю, сумма будет, количество детей, которые мы, хвала Всевышнего, альхамдулля, мы смогли обеспечить, будет немаленькое. Мы с каждым годом стараемся все больше и больше детей охватить. — Ну, на одной из встреч Муфтий, шейх Ахмад Афанди сказал, что эти дети не могут быть сиротами, пока мы здесь есть. Поэтому это на самом деле такие слова, такой серьезный посыл всем нам, чтобы обратить внимание на судьбу этих детей. А возрастные категории есть какие-то у этих детей, кому оказывается помощь? Это начальный класс или это вообще просто школьный? — Потому как у нас на попечении фонда находится немалое количество семей, кому эта помощь необходима. Мы для себя уже должны, необходимо ставить какие-то критерии, чтобы мы могли выбирать этих детей. И в первую очередь, конечно, это были многодетные семьи возраста до 13 лет детей мы включали туда. Как бы была бы возможность, конечно же, всех еще больше включили бы в эту акцию. Но для себя мы ставили критерии многодетная семья и до 13 лет. — Вот когда мы говорим многодетная семья, там критерии какие? — Три и более детей. — Ну вот зачастую малоимущие семьи, либо дети-сироты, бывает такое, что это бывают многодетные именно семьи. Этим семьям каждому из детей помогали? — До 13 лет. — Понятно. До 13 лет, допустим, могут быть два ребенка. — Да. — До 13 лет? — Если даже два, то да. — Им обоим и помогали? — Да. — Замечательно. — Замечательно. Каким образом осуществлялся сбор и как это проходило? Мы всегда в преддверии этих праздников эту акцию провели 10 августа. Почему так? Мы ранее ее проводили ближе к 1 сентября, но впоследствии вот та категория семей, которые оставались, к сожалению, без этой помощи и подарков, чтобы они уже предварительно могли для себя знать, что в этом году, к сожалению, они остались без помощи. То есть та семья, которая получила помощь в этом году, в следующем году она может уже ее не получить, потому что в следующем году уже надо охватить других семей, чтобы быть справедливыми к ним. И поэтому мы уже заранее решили провести ее 10 августа. После завершения этой акции уже другие семьи будут знать, что в этом году для них помощь не досталась, к сожалению, и они уже будут сами как-то стараться готовить себя. Понятно. Хорошо. Какие еще акции проводились? Вопрос, который был относительно сборов, мы объявляли сбор в наших социальных сетях, на сайте, в социальных сетях, и за счет этого мы практически не... То есть это либо пожертвования, которые принесли, либо перечисления на карту? Да, на карту, на наши другие носители, это и реквизиты лицевого счета в банке, и короткий номер, куда может человек перевезти со своего телефона 3116. Это наше мобильное приложение, Инсан, которое каждый человек может скачать. Везде есть наши реквизиты и способы оплаты. А вот отчеты где могут люди посмотреть, когда мы говорим о отчетах? Вот эта отчетность как-то представляется или по запросу это делается? На нашем сайте и в социальных сетях. Мы в конце каждого месяца вставляем отчеты. Слушайте, вы не думали о том, чтобы достаточно серьезную часть бюджета семейного забирает вот эта покупка книг для детей? Так или иначе, в последнее время, ну, так уж получилось, что книги меняются, авторы меняются, еще что-то. Поэтому вот порой те книги, которые были актуальны два года назад, они неактуальны становятся уже на сегодняшний день. И даже если были братья или сестры, либо соседи, которые могли эти книги отдать, но эти книги, я же говорю, просто становятся неактуальны. Вот эти книги, чтобы либо передавать, либо каким-то образом собирать, и опять-таки раздавать этим первоклассникам, я не знаю, этим малоимущим и так далее. Есть подобные посылы и идеи, над которыми мы на сегодняшний день думаем. Я буквально несколько дней тому назад, листая страницы интернета, нашел подобную акцию, которая проводится за пределами нашей страны. И, как бы, думал уже об этом, чтобы у нас тут запустить подобную акцию. Замечательно. Было бы, на самом деле, неплохо, потому что, когда я узнал, сколько стоят книги, подготавливая своих детей в школу, ну, в принципе, так или иначе, я думаю, она будет достаточно актуальна. Какие еще акции проводили в месяц в августе? Уже сразу после этой акции мы запускали акцию «Мясо в каждый бедный дом» в преддверии праздника Курбан-Байрам. В Махачкале было заколото 751 баран. В общем, по республике было роздано 27 тонн 300 с лишним килограмм мяса и было охвачено около 3000 семей. 3000 семей? Да. Вы им, когда приносили мясо, это, когда мы говорим, 3000 семей, там по полкило можно тоже раздать, а может, это какая? 27 тонн мяса по республике Дагестан. То есть, если это разделить, это надо посмотреть, сколько там получается? Ну, в зависимости от количества членов семьи. Порядка 9 килограмм получается. Да. А ну, 27 тонн. Молодцы, слушайте, молодцы. Так, и это кто получал? Те, кто под учетом фонда «Инсан» находится? Конечно, все подопечные нашего фонда «Инсан», которые прошли проверку, инспекцию на дому, занесены к нам в базу, как нуждающиеся семьи. Обратно-таки хочу сказать, что не все получили помощь. Всегда мы привыкли говорить об оказанной помощи, оказанной то-то, то-то. Есть вторая сторона медалей, которая остается всегда в тени. Очень много семей, которые эту помощь не получили. Почему? Потому что его было мало. Потому что его было мало. Им и, к сожалению, не могли до всех довести. А первое, что сейчас скажут, да, те, кто сидят и слушают, а почему, допустим, вот эти 9 килограмм не разделить на 4,5 и в два раза больше не раздать? Не 3 тысячи, а 6 тысяч семей. Потом получится, Андрес, узнаешь, практически и не этим, и не тем. Это мясо, оно делилось, то есть те семья, которые получили в прошлом году, не получили в этом. Те, которые получили в этом, не получат в прошлом году. Это в следующем уже? Да, уже в следующем. Это мясо, оно делилось на определенный промежуток времени, чтобы в этой семье было, чем угощать своих детей и так далее. А если его делать еще меньше, то там уже и промежуток будет маленький. Понятно, Мухаммар Салхаджи. Скажите, пожалуйста, что предполагается в ближайшее время сделать, и мы уже будем выходить, потому что время нашей передачи подошло к концу. В самое ближайшее время, в сентябре, мы планируем уже провести продуктовую акцию, продукты в каждый дом, который у нас проходит, раз в квартал, в году, и уже готовимся к нему, готовим списки. В ближайшее время уже будем объявлять сбор средств. Охват какой бывает людей? Количество какое бывает? Или это зависит от той суммы, которая, от суммы сбора? От суммы сбора. В марте, когда мы провели акцию продуктовую, было распределено, если я не ошибаюсь, 80 тонн продуктовой помощи по республике Дагестан, и было охвачено 3 тысячи семей. Машала. Слушайте, я желаю, естественно, удачи, чтобы нуждающихся становилось меньше, а тех людей, которые помогают, становилось больше. Естественно, канал ННТ готов информационно, так или иначе, вас и поддержать, и сопровождать. Естественно, ту помощь, которую мы можем оказать в наших силах, мы, естественно, ее окажем. Ну, и будем сопровождать и подобными разговорами, и новостными сюжетами те акции, которые проводятся. Пока желаю вам всего самого наилучшего. Напомню, с нами был руководитель благотворительного фонда Инсан по республике Дагестан Ахмедов Магмин Расул. Онлайн-диалог на сегодняшний день закончился. Сразу после нас новости. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы постараемся быть полезными. Ассалам алейкум.